Всем привет, друзья! С вами Светлана. Я вновь продолжаю вас знакомить с новостройками Анапы. Сегодня мы посмотрим два объекта. Застройщика Славянский дом. Сзади меня сейчас находится будущий 16-этажный трехсекционный жилой дом на Адмирала Пустошкина. В адрес Ленина 190, дробь Адмирала Пустошкина 12. Возводятся второй и третий этажи. Давайте познакомимся с планировками в этом жилом доме, потому что здесь различные планировочки. Как студии без перегородок, однушки именно с перегородками, двухкомнатные квартиры. Давайте по порядку посмотрим. Даже трехкомнатные квартиры здесь имеются. Вот такие интересные планировочки. 35 квадратов в виде студии. Здесь у нас уже 39 квадратов. Она побольше будет. Вот она двухкомнатная квартира, такая планировка. Есть еще вот такая студия 36,4 квадратных метра. Такая трехкомнатная квартира. Смотрите, раз комната, два, три и еще и кухонька. Большущая получается распашонка трехкомнатная, на две стороны выходят окна. Здесь у нас однокомнатная большой планировки уже с перегородкой. Здесь 46 квадратных метров тоже однокомнатная, уже тоже с перегородкой. И вот такая двухкомнатная квартира. Здесь она уже как евро-двушка идет, потому что одна комната изолированная, а другая входит в кухню-гостиную. То есть вы сами можете дальше сделать перегородки, как вам захочется. В жилом доме на Адмирала Пустошкина действует рассрочка и ипотека. Также можно воспользоваться материнским капиталом. Давайте посмотрим с другой стороны и отправимся на следующий объект Славянского дома. По инфраструктуре этого жилого дома. Пока что действующая школа номер 7 находится в том микрорайоне. Там же и магазины Пятерочки, Магниты. Но в будущем от застройщика Горгипи здесь будут школы находиться прямо вот в этих полях. Сейчас, конечно, кажется, что это невозможно, но на самом деле ведется активное строительство. Это у нас ЖК Морская Горгипи. Я сразу покажу, что я вижу по сторонам. И вот так вот выглядит забор с этой стороны. Сдача этого жилого дома, кстати, будет уже в втором квартале. 2021 года. Ну а теперь, наверное, самый главный вопрос, который интересует большинство тех, кто смотрит этот сюжет. Про новостройки. Какая же здесь стоимость за самую маленькую квартиру, за большую и побольше? Минимальная студия 35 квадратов стоит 2 миллиона 14 тысяч. При этом однокомнатная квартира уже с перегородками, то есть уже никак студия полноценная однушка, будет стоить 2 миллиона 190 тысяч. Будет побольше планировкой в районе 39-38 квадратов. Двухкомнатные квартиры сейчас где-то стоимость квадрата от 52 тысяч всего индивидуально, в зависимости на каком этаже, с какими окнами, на какую сторону. То есть это нужно уже индивидуально уточнять, потому что цены разные. С жилым домом на Пустошкино мы закончили и передвигаемся к следующему объекту, который уже находится непосредственно поближе к Черному морю. Мы находимся в ЖК Южный 2 от Славянского дома. Сзади меня уже стоит один из литеров. Сейчас перед вами уже практически построенная коробка, идет даже облицовка кирпичом. Это у нас семиподъездный корпус. Первый литер, второй литер, дом вот уже стоит рядышком с ним, он будет трехподъездный. Вот эта вот зона очищена, это будет зона под парковку. То есть она будет не во дворе располагаться, а немножко за территорией с внешней стороны. Здесь будут три детские площадки. За территорией вот этого жилого комплекса Южный 2 будет художественная школа и детский садик. Уже есть выведены по ПЗЗ места именно для этих назначений. Поэтому когда-нибудь в будущем, я думаю, обязательно они здесь будут. Что примечательно для именно этого жилого комплекса. Здесь у нас индивидуальное газовое отопление. И здесь, соответственно, вам нужно будет сразу смириться с тем, что вам нужно будет заплатить от 60 до 70 тысяч, если у вас однокомнатная квартира, за подключение газа. Но зато в этом доме будут лифты. Внутри дома будут все четыре этажа жилыми, а снаружи дома, со стороны фасада, жилые будут три этажа. А на первом этаже будут располагаться аптеки, магазинчики, все, что вашей душе угодно. То есть здесь будет коммерческая зона. Здесь же рядом еще одна стройка, уже построенная из данной дома. Это Южный 1. Вот они тоже не очень высокие дома. Девятиэтажные дома. Это Южный у нас 1, рядом с заправкой на улице Ленина. А это у нас уже клубный дом, четырехэтажный, с выделенным этажом под коммерцию. Славянский дом хороший застройщик, надежный застройщик. Он сдает свои объекты всегда вовремя, поэтому проблем со сдачей водным эксплуатацией здесь не будет. Знаете, друзья, я поймала себя на мысли, что пытаясь снять определенные жилые комплексы какого-то конкретного застройщика, я волей-неволей вижу жилые комплексы других застройщиков. И вот сейчас спереди меня как раз идет стройка жилого комплекса. Придвижение тоже четырехэтажного клубного дома комфорт-класса с паркингом со стороны улицы. Это у нас застройщик каскад. И вот видите, тоже уже четыре этажа выгнаны. Уже идет облицовка кирпичиом в первой части. Во второй части вот еще потихонечку еще достраивают. В общем, я смотрю, она позастраивается активными темпами. Вам действительно не о чем будет переживать. Все строят, все при деле, все при работе. Впереди на фоне, это восьмиэтажные у нас дома, уже ГСК, Высокий берег. Сейчас я подойду поближе и расскажу вам еще и о нем. Так и быть, сегодня я про все стройки, которые меня окружают на этом пятачке в стороне Супсеха, в районе Высокого берега, я вам сегодня их все покажу и все расскажу. Мы сейчас находимся вновь на Высоком берегу. И у нас идет строительство жилого комплекса, резиденция Высокий берег. Застройщик ГСК компания. И у нас будет здесь четыре литера, восьмиэтажные. Монолитная отделка кирпичом, минеральной ватой, утеплителем. Сейчас у нас, смотрите, несколько бригад работает на каждом объекте, так как объект будет сдаваться одновременно. Приблизительный срок, это у нас лето 2020 года. Все зависит от администрации, как дадут разрешение, так и будет в эксплуатацию. Здесь уже подведены коммуникации, здесь все будет центральное. Здесь будет центральное отопление, центральный водопровод. Здесь будут снижены тарифы на электроэнергию, здесь будут электрические плиты. Индивидуальные тепловые счетчики установлены. Видовых квартир, сразу скажу, их уже нет, их раскупили. То есть они еще были проданы в апреле прошлого года. Это для тех, кто интересовался квартирами с видом на море. Уже, получается, возведен монолит, закончены монолитные работы. И сейчас внутри уже установлены стенки перегородки. Сейчас идет штукатурка и началось стекление. То есть все идет плавно, постепенно, своим ходом. Здесь стоимость за квадратный метр, минимальная стоимость, это 73 тысячи за квадратный метр, но на двухкомнатную квартиру. То есть однокомнатные уже идут от 75-78 тысяч за квадратный метр. В студии, чтобы вы понимали, 26 квадратов идет 85 тысяч за квадратный метр. В зависимости от этажности, чем ниже этаж на первых этажах будет дешевле, чем выше второй и выше, будут стоимости, естественно, дороже. Здесь будет, собственно, детская площадка, подземный паркинг будет построен. Я сейчас иду, как вы понимаете, показать вам вид, какой открывается здесь на Черное море, потому что это один из таких примечательных живых комплексов, который расположен прямо у самого моря, на высоком берегу. По инфраструктуре здесь рядом в микрорайоне Гаргипия будут построены школы, две школы там на этот микрорайон будут. Будут построены три садика тоже на этот микрорайон. Ну и, соответственно, я думаю, со временем здесь придут всякие магазины будут построены, торговые точки обязательно будут располагаться в этом микрорайоне. Это современный молодой развивающийся район Субсеха, практически перед Субсехом. Поэтому он сейчас пользуется огромным бешеным спросом, потому что здесь ведется сразу несколько строек одновременно. Очень интересный квартал и район для переезда. Парковка, я так думаю, для строителей, рабочих, кто приехал на стройку трудиться. Напоминаю, если у вас еще есть жилые комплексы, про которые вы хотели бы узнать, посмотреть, может быть, приобрести там квартиру, обращайтесь. Я специально съезжу, покажу вам жилой комплекс и расскажу все об этом жилом комплексе. Я уже обошла эту стройку. Здесь у нас уже построены какие-то частные дома. Сейчас покажу вид на Черное море. Но единственное, что я уже сейчас поняла, что сегодня не самый лучший день для вида Черного моря, потому что у нас город стоит в небольшой такой туманной дымке. Вот и Черное море. Оно сегодня такое в туманной дымке. Я уверена, здесь в солнечную, в ясную погоду невероятные виды открываются. Плюс вид на Анапу. Сейчас она в дымке. Действительно, надо будет приехать обязательно, показать вам этот вид в ясную погоду. Даже сейчас я своими глазами вижу, насколько здесь все красиво и масштабно выглядит. И она покажется совсем-совсем такой маленькой, буквально на ладошке помещается. Как будто мы находимся очень-очень высоко в горах. Вот там вот, если проехать, там будет смотровая площадка. И чуть дальше будет 800 ступеней. То есть здесь, в принципе, одни из самых красивых и невероятных видов открываются. На Черное море, с высокого берега на Анапу, Анапскую бухту. Друзья, если понравился этот обзор, не забудьте поставить лайк. Если понравились какие-то планировки, может быть, какой-то жилой комплекс. И вы бы хотели переехать в Анапу и жить в этом жилом комплексе, тоже звоните. Будем рады вам помочь. С вами была Светлана. До новых встреч. Всем пока-пока.